Моми дзигари Моми дзигари Стоило выехать из города, как погода наладилась, небо прояснилось, свинцовые тучи, которые меня пугали больше всего, остались позади. И самое главное, там вдали уже несколько раз мелькнула заснеженная вершина горы Фудзи. А без нее любование кленами было бы неполным. Практически все главные дороги в Японии продублированы платными автобанами, но искоренить пробки все равно не получается. Поэтому главное вырваться из города до наступления часа пик, то есть до 8 утра. Не съезжая с хайвея, делаем первую остановку примерно в 60 километрах от столицы, когда риск потерять драгоценное время в дорожном заторе уже точно миновал. Маски в Японии обязательны. На японских хайвеях нет никаких проблем с парковками, их много, они разнообразны. Есть небольшие, есть вот такие огромные сервисные станции, которые больше похожи на торговые центры. Здесь можно отдохнуть, поесть. Полно ресторанов, пожалуйста, лапша, рамен, мясо, рыба. Закупиться сувенирами и отправиться дальше. Любимая японцами гора Фудзи. Мировое культурное наследие, между прочим. Эти автоматы с напитками, кстати, визитная карточка именно японских хайвейных парковок. Больше их нигде нет, огромное разнообразие. Кстати, не только кофе, между прочим, килиманджаро, но и зеленый чай мать-ча, какао, чай. В общем, все, что пожелаете. Ну и главная, отличительная особенность. Это фирменная музычка. Сейчас она зазвучит. И процесс приготовления в прямом эфире. Наклены из Токио возят целыми автобусами. В будние дни это в основном школьники и пенсионеры. Говорят, увидеть Фудзи – добрый знак. Дама, она капризная и даже в самую ясную погоду может спрятаться за облаками. Сезон массовых восхождений заканчивается в сентябре. Сейчас там уже слишком опасно. Снежная шапка растает только ближе к лету. Ну вот мы добрались до места. Дорога на машине при свободном движении занимает примерно два часа. Но сюда можно добраться и на поезде. Станция Кавагутико к вашим услугам. Сегодня у нас по программе прогулка вокруг озера Кавагутия. Примерно 20 километров. И лучший способ сделать это – взять на прокат велосипед. Рядом со станцией сразу несколько контор. Стоимость аренды везде одинаковая. Помимо обычных, чуть более тысячи рублей за весь день, можно взять велосипед с электромотором. Но он вдвое дороже. Городок носит то же название, что его главные достопримечательности. Гора и озеро Кавагутии – крупнейшие из так называемых пяти озер Фудзи, которые образовались здесь в результате мощной вулканической активности примерно 15 тысяч лет назад. Теперь это часть национального природного парка. Из ближайших к столице, пожалуй, самое живописное место. Кругом природные горячие источники. Вода в озере не замерзает круглый год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот они, знаменитые японские красные клёны. Любоваться красками осени, как и весенней сакурой, в Японии начали еще в средние века. Традиция была заложена придворной аристократией. И если за японской вишней далеко ходить было не нужно, деревья сакуры украшали дворцовые сады и княжеские усадьбы, то за клёнами Момези нужно было отправляться в горы и долины. Просто так ходить пешком для знатного человека считалось делом неблагородным. Поэтому выход на клёны тогда и стали называть не любованием, а именно охотой. Причем тогда ветви с листьями было принято срывать и приносить домой. Сегодня за такое могут и полицию вызвать. Поэтому современные японцы охотятся с помощью фотоаппаратов и смартфонов. Спроси любого японца, какова главная особенность здешнего климата, и он вам ответит – чёткое чередование сезонов на осень, зиму, весну и лето. Большинство здесь искренне считает, что такого разделения на четыре времени года больше нет ни в одной стране. Только в Японии можно в полной мере полюбоваться сменой времён года. И клёны в данном случае – самый яркий признак осени, глядя на который, ощущаешь радость и умиротворение. В этом смысле Момези – один из самых чудесных символов Японии. А что лучше – сакура или клён? Ну, не знаю, сложно выбрать. Мне одинаково нравится и то, и другое. Очень сложно сравнивать. Может, они по смыслу как-то отличаются? По смыслу? По смыслу не знаю. По ощущениям для меня разницы нет. Вообще, к сезонности японцы подходят основательно. Она выражается и в одежде, и в кухне, и, разумеется, в ландшафтном дизайне. Как раз сейчас идёт подготовка к весеннему сезону. А это что, розмарин? Нет, это лаванда. А, лаванда. Мне по аромату почему-то показалось, что розмарин. У неё просто стебли подрезаны, они вот такими вырастают. А после того, как цветение закончилось, стебли нужно срезать для следующего года. Понятно. Вообще, тяжело за ними ухаживать? Непросто. Есть мнение, в основном среди иностранных специалистов, что восхищаться своей высочайшей горой японцы стали совсем недавно. Якобы раньше её слишком правильная форма, эстетический канон японского дзембуддизма не приемлет симметрию. И лишённые растительности склоны у местных жителей тёплых чувств не вызывали. А обратить на Фудзи внимание японцев подтолкнули иностранцы, которые добрались сюда после выхода в самурайской Японии из длительной самоизоляции в середине 19 века. Суждение спорное и практически недоказуемое. Ну, по крайней мере, сейчас это точно самая почитаемая гора в Японии. Взять хотя бы вот этот памятник, который посвящен Фудзияме. Сейчас каждая префектура хочет, чтобы на её территории непременно была своя Фудзи. Вот эти камни, вулканические, собраны со всей страны. Они взяты с тех гор, в названии которых фигурирует слово Фудзи. Так вот, если судить по этому кургану, то в Японии сейчас 252 Фудзиямы. Фудзи её называли с незапамятных времён, но смысл менялся неоднократно. Обилие аммонимов в японском языке позволяет играть словами до бесконечности. То это значило «второй», «такой нет», то «непревзойдённая высота», затем «гора бессмертия», «счастливая жизнь», а нынешнее написание «гора, богатая войнами» закрепилось после того, как в 12 веке Япония впервые оказалась во власти военных правителей. Все эти японские традиции любования, ханами, момидзи, они тесно переплетаются с дзембуддийскими понятиями ваби-саби, непритязательная красота, прелесть увядания. Ведь японский клен, он особенный. У него миниатюрные листья, это придаёт дополнительную эффектность. По-японски этот вид дерева называется каэде, состоит из слов каэру, лягушка и тэ, дэ, рука, лягушачья лапка. В японской традиции лягушка, кстати, приносит счастье, потому что произносится так же, как глагол каэру – возвращаться домой. Считается, что в этом храме у подножья обитает дух знаменитого полководца времён воюющих провинций 16 века Такэде Сингена. Сюда приходят загадывать желания. Их пишут на специальных деревянных табличках ЭМА. Без наших людей здесь тоже не обошлось. Вот, пожалуйста, счастья, любви, здоровья. Всё плохое закончится. Некая Ирина написала. В Японии время сдвинуто так, что осенью уже после трёх часов в горах начинает стремительно темнеть. А нам ещё нужно замкнуть круг, чтобы до заката успеть на фуникулёр к другой местной святыне – горе Кати-Кати-Яма. Субтитры создавал DimaTorzok К вечеру Кузи практически полностью укуталась облаками, только слегка угадывается склон, но всё равно красиво, особенно вон там. Сюда специально приходят, чтобы полюбоваться осенним пейзажем с километровой высоты, но и заодно приобщиться к местному фольклору. Слово «кать-кать» обозначает звук потрескивающего костра. На этой горе разворачивался сюжет одной из душераздирающих японских сказок про коварного Тануки – это местный зверь, енотовидная собака в японском фольклоре изображается в виде оборотня, который поваялся ходить в огород к дедушке и к бабушке. Дедушка его поймал, велел бабушке приготовить из него суп, но Тануки в итоге приготовил саму бабушку и, приняв у её облик, скормил этот суп дедушке. Но тут явился героический заяц, который сначала как следует поиздевался над мерзким Тануки, в том числе подпалил ему шерсть, отсюда и название горы Кати-Кати-Яма. А затем утопил его в озере Кавагути. Классик японского психологического жанра Осаму Дадзай потом использовал этот сюжет в одной из своих повестей. А заяц с тех пор здесь почитаемое божество, которое приносит удачу и справедливость. Таблички для загадывания желаний здесь в виде листьев красного клёна и тоже, кстати, надписи на русском языке. Я хочу жить счастливо, помоги мне стать счастливой и богатой. После удачной охоты самое время попробовать местную кухню. Со времён Хокусая с его знаменитыми ста видами фудзи рацион мало изменился. Холодными вечерами крестьяне в основном согревались горячим острым супом с овощами в чугунных котелках. Местное незамысловатое блюдо лапша-хото подаётся только в этих местах, причём на протяжении уже нескольких сотен лет. В отличие от всех остальных, тесто замешивают без соли и лапшу варят прямо здесь, в бульоне. В результате она отдаёт клейковину и получается такой очень густой, наваристый бульон. Очень сытно и вкусно. Прелесть Момидзигари в том, что сезон охоты продолжается более месяца. Сакура по-настоящему цветёт всего неделю. Когда здесь в горах листья уже облетят, в токийских садах и парках они только начнут набирать цвет. Сергей Менгажев, Алексей Печко, Восточно-Азиатская Бюро Вестей, Япония. Субтитры создавал DimaTorzok